Всем привет, кто начинает заходить в прямой эфир в нашем фейсбуке. Здоровья всем, кто сейчас лечится от коронавируса. Я знаю, что некоторые подписчики чувствуют себя. Поэтому, если кто-то болеет, вам здоровья. Добрый вечер, друзья. И заранее спасибо всем, кто делится эфиром. Всем, кто будет делиться этим эфиром, так же, как это делает регулярно. Напомню, что для нас важно так же, чтобы наши участники групп, которые будут смотреть эфир, тоже включались в беседу и писали свои комментарии. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, Арминя Акопян. Привет, Ануша Алексанян. Ишхан Асоян. Добрый вечер. Привет всем нашим постоянным подписчикам. Сегодняшний эфир будет недолгий, но достаточно насыщенный. Мы будем с вами говорить про выборы в Сюникской области, за которой мы внимательно следим. Мы будем с вами говорить о афере века, которая была придумана в начале 2000-х, во времена Роберта Кочаряна и продолжилась во время Сержа Саркисяна. И мы будем с вами говорить так же о важной теме, которая сегодня, как никогда, актуальна. Нурайр Григорян, тоже добрый вечер. Ирина Вартанян, добрый вечер. Друзья, давайте начнем с выборов в Сюникской области. Как мы знаем, в девяти общинах Армении прошли выборы. И очень много дезинформации вокруг этих выборов. Кто-то пытается врать, кто-то пытается перевирать. Многие наши подписчики не очень подробно знают, что из себя вообще представляют Сюникские города. И мой сегодняшний эфир этому и посвящается. Итак, как вы знаете, в Сюникской области есть такие города, как Агарак, Мегри, Каджаран, Гапан, Горис и Сисян. Сегодня у нас есть результаты по выборам в городе Мегри и в городе Горис. Ну и, соответственно, ТЭХ и ТАТЭФ, где выиграли представители гражданского договора команды Никола Пашиняна. Но я хотел бы обратиться к теме города Мегри, потому что многие пишут, что там выиграла оппозиция. Напомню, что на втором месте там представитель гражданского договора. А первое место занял представитель группы Республика, партии Республика. Чтобы было понятно, партия Республика это партия Арама Саркисяна. И я считаю, что это не даже победа Арама Саркисяна, а победа демократии в Армении, что выборы может выиграть другая партия. То есть не партия Кучаряна там или партия Пашиняна, а другая партия. И вот Мегри, собственно говоря, выиграл брат Вазгена Саркисяна, Арам Саркисян и его кандидат, что очень хорошо. Хочу напомнить, что, кстати говоря, сторонники Арама Саркисяна и сторонники Никола Пашиняна, они в принципе, в принципе, примерно на одном настроении. Другое дело, что, соответственно, какая-то масса людей, которая уважает брата Вазгена Саркисяна, она, соответственно, более агрессивно за него голосует. И правильно делать, потому что Арам Саркисян это достойный человек, это, несомненно, патриот Армении. И я, на самом деле, искренне рад, что именно партия Арама Саркисяна выиграла в городе Мегри. Таким образом, что я хочу сказать, когда вы читаете, что паблики пишут, что в трех там участках выиграла оппозиция, это не соответствует действительности, потому что, в моем все-таки понимании, агрессивная оппозиция, это оппозиция из клана Кочаряна или Сержа Саркисяна, да. А в Мегри у нас победила здоровая оппозиция в лице Арама Саркисяна. Еще раз напомню, что на втором месте, спасибо, спасибо большое, на втором месте у нас представители Никола Пашняна. Так что в Мегри у нас все в полном порядке и переживать не стоит. Теперь перейдем, по поводу Дилижана я уже сказал, что представитель Никола Пашняна выиграл, по поводу города Татев я сказал, населенного пункта Татев выиграл представитель Пашняна, в селе Тех также выиграл представитель Никола Пашняна, но давайте перейдем к Гюмри, да, чтобы было понятно по поводу Гюмри. Город Гюмри у нас выиграла партия, которая, соответственно, представляет Самвила Баласаняна, это мэр города Гюмри. И того же большой привет. Большой привет. Всем большой привет. Я хочу сразу подчеркнуть, что в Гюмри ничего страшного не произошло. Конечно, нужно сказать, что в Гюмри была очень низкая явка. Говорят, что никогда не было такой низкой явки. Можно сказать, что была позорно низкая явка. То есть жители Гюмри в принципе проигнорировали мэрские выборы. Первое место заняла партия Виталия... Прошу прощения, партия Баласаняна, нынешнего мэра Гюмри. Значит, нынешний мэр Гюмри это не сторонник Роберта Кочаряна. То есть это не Кочарян. Нужно четко понимать это. Гюмри победил тот мэр, который был в последние годы. И который достаточно, кстати говоря, продуктивно работал с командой Никола Пашняна. Что, значит, я хотел особо подметить. Так как у мэра Гюмри нынешнего большая армия работников в пивном, да, там заводе, там есть пивной завод, который называется Гюмри. Там есть, соответственно, люди, которые работают в самой мэри, люди, которые работают в детских садиках. Там примерно 20 детских садиков, да. Не нужно забывать, что все эти воспитатели, они голосовали за нынешнего мэра. То есть все люди, которые работают в госучреждениях, они, Греция, большой привет, они все голосовали за мэра Гюмри. Самвел Баласанян, да. Самвел Баласанян это не Кочарян, это не Серж Сарксян, уверяю вас. Конечно, он ближе по духу к старой армянской власти, но он не убийца, он не похищает людей, он чистой воды бизнесмен, да. И в этой связи, как бы, нужно четко понимать, что Самвел Баласанян очень хорошо осознает, насколько сейчас четко работают правоохранительные органы. И, в принципе, он не настроен делать какие-то движения, которые могут навредить городу Гюмри, Шракской области или Республике Армения. Я просто хотел бы еще коротко добавить, что очень рад, что в городе Дележане люди повели себя очень достойно и выбрали представителя Никола Башняна, потому что Дележан знает, как много вреда и горя принес бывший мэр, господин Сан-Тросян. Что касается Гюмри, еще раз хочу повториться, что большая часть Гюмри не пошла на выборы. Добрый вечер, Греция, Анжела, добрый вечер. Большая часть Гюмри на выборы не пошла. Первое место, еще раз напомню, занял Самвел Баласанян, второе место представитель Никола Башняна. Самвел Баласанян, я еще раз повторюсь, занял первое место не потому, что за него голосовал Гюмри, а голосовала вся там масса, которая работает в детских садах, отвечает за водоснабжение города, за электроснабжение. То есть все люди, которые что-то получают, что-то зарабатывают, они проголосовали за человека, при котором зарабатывают. Но Гюмри это не такой уж прям идеальный город с точки зрения финансовой дисциплины. Буквально, если я не ошибаюсь, неделю тому назад арестовали шесть врачей, которые выдали 700 фальшивых справок. В течение последних четырех лет уже целую толпу людей арестовали в Гюмри. В Гюмри очень много коррупции, взяточничества и в принципе Гюмри занимает одно из первых мест в Армении по количеству взяток и коррупции. При этом Гюмри, я хочу напомнить, что всегда был городом оппозиционным и в этом случае мы видим, что он даже не оппозиционный, а он стал безразличным. При том, что именно при Пашиняне огромные деньги вливаются и будут продолжать вливаться в город Гюмри. Еще раз напомню, по поводу Гюмри не произошло ничего экстраординарного или необычного. То есть выиграл тот же самый мэр, но это все-таки не убийца, он не похищает людей, поэтому здесь так сильно волноваться не надо. Теперь переходим к городу Горис. Вот в Горисе я хочу сразу сказать, что прежде чем я буду рассказывать, что там страшно, что не страшно, хочу сказать, что есть очень много вопросов к команде Пашиняна, к тем людям, которые отвечали за выборы в городе Горис. Здесь мы видим, что у мэра этого Аруша, у него есть стабильная своя какая-то масса, которая точно должна была за него голосовать, по той простой причине, что вот эта воровская масса, преступная масса, которая окружает Аруша. Что касается мэра Гориса, это человек, который окружает вокруг себя вот сколько бандитов есть и преступников, они все стоят возле Аруша. Они при любом случае было понятно, что будут за него голосовать, чтобы самим не оказаться за решеткой. Но по Горису я могу сказать, что команда Пашиняна сработала очень плохо. Почему? Потому что нужно было работать со сторонниками Никола Пашиняна, которых тоже немало в Горисе. И те люди, которые в Горисе работали с этими сторонниками, работали, судя по всему, очень плохо. С чем это может быть связано? Это может быть связано с тем, что некоторые люди в команде Пашиняна после выборов в парламент, возможно, решили, что в местных общинах сильно стараться не надо. То есть, все самотеком будет решаться. Как мы видим, это не так. Как мы видим, это не работает. И как мы видим, Армения это такая страна, где нужно работать каждый месяц, каждую неделю и каждый день. Поэтому я могу точно сказать, что здесь есть замечание команде Пашиняна, которая не очень активно и не очень хорошо работала в городе Горисе. Теперь по поводу мэра Гориса. Во-первых, он продолжает оставаться под арестом, продолжается уголовное дело. Репутация мэра нулевая, потому что, несмотря на то, что люди говорят, что он якобы воевал, у меня есть очень много доказательств. В первую очередь, фотографии в последних дней войны, где четко видно, что мэр Гориса в новом бронежилете, в новой одежде. У мэра Гориса не было отеков под глазами, то есть люди, которые воевали, у них были отеки. У мэра Гориса были белоснежные зубы. Очень странно, как можно 44 дня иметь белоснежные зубы, потому что люди, которые воевали, у них не было ни зубной пасты, ни воды. Но он имеет право даже, находясь за решеткой, участвовать в выборах, что он и сделал. И я еще раз хочу особо отметить, что в Горисе очень немало людей. Вот я хотел бы сказать, что очень много хороших людей в Горисе, но очень немало... Папа Аруша, он опасный очень человек. Я сейчас не буду в эфире говорить, но те, кто из Гориса, знают, какие выполнял поручения Папа Аруша для бывшего губернатора Лиски по прозвищу Лиска. К сожалению, огромному Горис на фоне, например, того же Сесиана выглядит менее достойно. Я сейчас объясню, почему. Я, например, приведу вам пример с городом Сесиан и с сессианскими селами. В Сесиане не было ни одного человека, который себя повел бы подло или трусливо во время 44-гневной войны. То есть, сессианцы повели себя очень мужественно и достойно. То есть, ни один сессианец не украл ни одного патрона, ни один сессианец не сбежал с постов, ни один сессианец не занимался мутиловками. Сессианцы не поехали грабить дома в Бердзор. При том, что в Сесиане почти 85 человек погибло. Мы не можем говорить про Горис, что они могут похвастаться тем же, чем могут похвастаться жители Сесиана. Вот жители Сесиана могут сказать, что мы не грабили дома в Бердзоре. Жители Гориса такое не могут сказать. То есть, Горис на самом деле очень сильно отличается от Сесиана. Еще раз повторюсь, это часть вот этой банды, которая вокруг Аруша бегает. Для меня, например, считается позором после подписания соглашения, да и до подписания, ехать и грабить дома в Бердзоре. Я отношусь с большим уважением к городу Горис и гористам. Но, вы знаете, я ранее не говорил об этом. Но позвольте мне сегодня, уже после того, как выиграл ваш мэр, сказать, что это не делает честь Горисам идти и грабить дома карабахцев, чьи мужья воевали. А сами женщины с детьми находились в Ереване или в Армении. Я считаю это очень плохо, что достаточно немалое количество Горисцев поехали грабить дома в Бердзоре. Это очень-очень нехорошо, и у меня нет никаких сомнений, что это были люди из окружения Аруша и папы Аруша. Это их какие-то знакомые, друзья, их окружение. Я считаю, что это очень-очень некрасиво. Я считаю, что это очень-очень плохо. И в моем понимании разница очень большая между людьми в сессиане и Горисе. Потому что я еще раз напомню, что ни один сессианец не поехал грабить дома карабахцев. Это очень важный момент. Я очень уважаю всех Горисцев, потому что Горисцы в Первой Карабахской войне очень сильно помогали карабахцам. Но та часть, которая вокруг Аруша, которая занимается взяточничеством, постоянно раздает деньги. Я считаю, что Аруш – это позор Гориса, потому что такой красивый город, как Горис, он не заслуживает, чтобы столько денег на него потратило правительство. И чтобы о Горисе говорили, как о городе бандитов. Сегодня Горис стал символом бандитизма, символом воров в законе. Я думаю, что это очень-очень плохо для Гориса. И я вам, кстати говоря, скажу, что мы стараемся вообще в Горисе не останавливаться. Мы стараемся отдыхать или в Сесиане, или там ехать, дела делать, или в Капан ехать, в Мегри ехать. Но многие люди стараются избегать поездок, во всяком случае, из наших подписчиков и блогеров в Каджаран, да, где криминальная тоже атмосфера была до того, как арестовали Каакапета. И еще раз повторюсь, город Горис, который очень красивый город. И, по сути, сегодня у Гориса репутация бандитского города, где постоянно происходят какие-то ЧП, драки и потасовки, связанные именно с окружением Аруша, благодаря которому, в кавычках, если так можно говорить, репутация Гориса очень-очень сильно пострадала. Гориса, я стану как Сицилия. Согласен, Лариса. Вот, что я хотел сказать по поводу Гориса. Следующая тема, мы будем говорить о семи районах вокруг Арцаха. Эта тема, я уверен, что будет интересна для армян, которые не живут в Армении, но эта тема очень важная. Как мы помним, вокруг Арцаха было семь районов, из которых велись ожесточенные артиллерийские обстрелы Арцаха. И то, что семь районов вокруг Арцаха обстреливались, я просто хочу сказать, что это было очень жестоко и по-варварски. В результате армянские войска освободили эти семь районов для того, чтобы азербайджанская сторона не бомбила во время 90-х годов. Но, что произошло дальше? Вот по этим соусам заселения бывшие карабахские экс-президенты очень много денег заработали. Я вот просто хочу напомнить нашим подписчикам, что с 2007 до 2012 года путем аферистических трюков на счета фонда Арцах переводились деньги якобы для заселения этих семи районов. Вот, например, с 2007 до 2012 года фонд Арцах дарил коровы тем гражданам, которые там живут, у которых рождался третий и последующий ребенок. Да, вот по моим сведениям, я сейчас не буду подробно вам говорить, вот это одна из многочисленных статей-трюков, да, на которых отмывались деньги. По моим сведениям, многие люди не получили эти коровы, на них они были выписаны. Сейчас не буду ударяться в подробности, двигаемся дальше. Дальше, у нас получается с 2003 года, а с 2001 года лишь начали работы по освещению этих семи районов, в частности Карвачар и Кашатах. На азербайджанском они называются Кельбяджар и Кубаку. Как же так получается, что люди начали заселяться в эти семь районов до того момента, как еще не сделано освещение, до того момента, как нет водопровода и до того момента, как там нету, абсолютно нету никаких условий, никаких условий для проживания. И посмотрите, например, у нас по городу Зангелан выясняется, извините, такие, да, абсолютно, согласен. Нарине, по поводу Гориса, не Гориса, а окружения Горисского, окружения Горисского Каакапета. То есть, в Горисе очень много людей, которые связаны с Арушем. Это очень важно понимать, да. Я, понимаете, я не хочу обижать здесь никого, но если я подробно буду говорить, чем все-таки Горисцы занимались, в отличие от Сесианцев и Капанцев. Я, понимаете, в том числе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот что я хотел сказать Теперь по поводу Зангелана Выясняется, что вот эта идея Заселения семи районов Она была придумана не для того, чтобы Заселять районы, а для того, чтобы грабить Бюджет Армении И, кстати говоря, напомню, что Первые несколько лет за эти районы Отвечала власть в Армении То есть карабахские экс-президенты А потом местные арцасские власти Которые контролировали эти территории И да, тоже грабили эти территории Напомню, что 50% всех стройматериалов Забирали себе чиновники То есть они не выдавали людям Сейчас, по моим сведениям, большое количество людей уже рассказало Что стройматериалы, которые выдавались в этих семи районах Половина грабилась чиновниками И когда эти люди писали жалобы в Генпрокуратуру Арцаха То все спускалось на тормозах Об этом, конечно, не будут писать Ни сами карабахцы, ни карабахские телеграм-каналы Но я хочу напомнить, что сотни и сотни миллионов долларов На электроэнергии, стройматериалах, коровах И выплатах были разграблены Напомню, что компания Ари По очень мутным договоренностям с властями Арцаха Выделяла кредиты людям, которые жили в этих семи районах И вот компания Ари, которая выделяла эти кредиты Выясняется, что часть этих кредитов тоже отмывалась И вот эти кредиты То есть искали людей неблагополучных, чтобы заселить туда, потом на них оформляли кредиты, и эти кредиты грабились чиновниками Арцаха и властями Армении. То есть не было никакой цели заселять эти территории. Условно говоря, неудачников заселяли туда, чтобы на них зарабатывать деньги. И в этих семи районах была именно вот такая атмосфера. Я еще раз хочу напомнить, что в Карвачаре лишь последние два года до войны при Пашиняне начали появляться более или менее какие-то дороги, не считая основной дороги в Арт-Финист-Мартакер. То есть как можно Карвачар с 1994 года освободить и вообще там не строить даже дороги. Вот так мы заселяли. То есть представьте себе огромное количество людей заселить в села и города, где нет ни водопровода, ни дорог, ни освещения. Как можно выделять кредиты человеку, который живет в этом районе, если там нет даже дороги. То есть люди, которые из Еревана ехали в Март-Акер, они останавливались по дороге и 18 километров проезжали Карвачар. Вот об этом мой сегодня короткий эфир. Кстати говоря, очень много откликов было по поводу эфира Рубена Бартаняна. Я хочу напомнить еще раз, что в Армении демократия и каждый имеет право высказывать свое мнение. Те наши люди, которые живут в странах, где нету демократии, они должны начать уважать чужое мнение. Нужно уважать демократию, демократические ценности. Кстати говоря, я уверен, что сам Рубен Бартанян уважает демократические ценности во всяком случае устно. Поэтому уважайте чужое мнение и у всех есть своя точка зрения. Я благодарен всем подписчикам, которые сделали репост эфира про Рубена Бартаняна. Он набрал более 705 репостов. 1300 подписчиков оставили комментарии. Я еще раз хочу спасибо сказать всем, кто оставлял комментарии и оставляет. И в этом наша сила. Это ваша сила, это не моя сила, это ваша сила. Если кому-то не нравится, что я говорю правду, например, сторонникам Рубена Бартаняна, которые хотят представить его Мессией или Моисеем нашего народа, это не моя проблема, а ваша проблема. То есть у меня нет таких проблем. Я высказываю свое мнение, потому что я абсолютно независимый человек. Нужно просто уважать, я думаю, независимость. Всем доброй ночи, пожалуйста, не болейте и постарайтесь оптимистично быть настроенными. Всего хорошего.